Приветствую вас и мы условно постараемся разбить ваши проблемы на несколько частей, чтобы нам было проще с ней работать. У вас есть страх становиться старшим, то есть страх становиться взрослее. Все это коррется тем, что вы боитесь ответственности за свою жизнь, боитесь, что останетесь одна, опасаетесь того, что вам придется решать все свои проблемы самостоятельно. При этом вы даже не замечаете, что, в общем-то, переехав до границы и, учав и живя там, вы уже практически и несете полностью ответственность за себя. Другое дело, что если страх становится дальше, это производство от того, что вы боитесь обзаться без родителей. То есть нужно понять, что вам дает жизнь с родителями, особенно при условии того, что вы сейчас находитесь за границей. То есть подумать, что родители вам дают. Далее, нужно также определить, какого периода, какого момента у вас начался такой страх. По описанию, то, что вы чувствуете, напоминает не то, чтобы даст страх. По описанию, то, что вы пишете, напоминает тревожность. А приводит, возникает у человека тогда, когда он не меняется достаточным правильным образом в соответствии с изменяющимися обстоятельствами его жизни. То есть, забыть, какая получается ситуация. Вы живете, да если только вы, все мы, живем в постоянно меняющемся мире. И обстоятельства нашей жизни также постоянно меняются. Они постоянно становятся другими, они перетекают из одной формы в другую. В общем, с ними постоянно что-то происходит. И человеку нужно меняться вместе с ними, дабы адекватно приспосабливаться к ним. То есть такая адаптивная функция сознания. И вот у вас, во всей видимости, эта адаптационная функция, она отсутствует. Или развита недостаточно сильно. В вашей жизни какие-то условия изменились, а вы желаете остаться той же. И вот именно по той причине, что вы желаете остаться той же, у вас и происходят те переживания, которые сейчас имеют место быть. Условно говоря, вам нужно подумать, как изменились обстоятельства в вашей жизни. Что от вас теперь, грубо говоря, требуется, что вам нужно делать, что от вас требуется выполнять. И стараться это делать. И все. И только так, в принципе, можно решить ваши проблемы. Только начав адекватно воспринимать то, что происходит с вами. Начав адекватно реагировать на то, что происходит в вашей жизни. И все, по сути дела. Больше вы сделать ничего не можете здесь. Потому что вы действительно не в силах остановить время. Вы действительно не в силах его замедлить. Но так ли, если подумать, это нужно? Так ли нужно замедлять время? Так ли нужно его останавливать? Ведь это естественный ход события. Это естественный ход вещей. И я думаю, что было бы неправильно, если бы он, этот естественный ход вещей, изменился бы. Я думаю, что было бы неправильно, если бы вы, например, могли бы действительно замедлить время. Или по желанию не становиться старше, как вы сейчас хотите. Ну и так далее. Следующий важный момент. заключается в том, что вы боитесь остаться без родителей. Действительно, это не очень приятно. Действительно, это, мягко говоря, страшно, остаться без родителей. Но, во-первых, что нужно понимать? Понимать нужно то, что у вас те отношения с родителями, которые выстраивались на протяжении определенного времени. И они у вас такие, которые, такие, какими они являются, естественно являются, в естественной форме, без обязательной ориентации на то, что они могут умереть. Ну, согласитесь, нельзя жить в постоянном ожидании, что ваши родители вас покинут. Это было бы неправильно, это было бы плохо, это было бы ужасно, это было бы очень выматывающе и так далее. Как же тогда, спросите вы, как же тогда жить? А жить тогда нужно максимально полно, уделяя внимание вашим родителям. Общайтесь с ними как можно больше, разговаривайте, проводите время, если есть такая возможность. Это, по сути, единственное, что вы можете сделать. Потому что у вас своя жизнь теперь, а у них своя. И они любят вас, они хотят, чтобы вы были счастливы. И, как бы, это нельзя исключать. Это нельзя забывать. Но вам нужно уделять достаточно внимания своим родителям. Вам нужно достаточно хорошо к ним относиться, чтобы вам не было больно за упущенное время. Но вместе с тем, в обязательном порядке, обязательно старайтесь, чтобы это общение было не во вред. Например, не во вред вам, например, не во вред им и так далее. Это тоже очень важно, чтобы отношения были здоровы. Ну и, конечно, в обязательном порядке мне бы хотелось, чтобы вы, как-то сами для себя, знали бы о том, что вам, вообще говоря, нужно от родителей. Что они вам дают? Почему вы именно боитесь остаться без них? Что вы теряете, если их не будет? Ведь рано или поздно их не станет. К этому нужно подготовиться. Нужно знать, что тогда произойдет. И нужно знать то, что вы сами себе дать, пока не в силу. Определите это. И тогда, если вы определите, вы сможете перестать бояться. Ну, а родители нужно воспринимать как самоцель и стараться просто сделать их счастливыми, максимально улучшить их жизнь и, по сути, делать, стараться как-то быть к ним ближе. Ну и все. А они сейчас, похоже, что они вам для чего-то нужны. И нужно разобраться, для чего именно они вам нужны. К этому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.